Всем привет мальчишки и девчонки и всем кто нас смотрит. Сегодня мы будем читать принцесса на горошине. Жил некогда принц. Вот пришло ему время жениться и решил он взять в жены принцессу, но не какую-нибудь, а самую настоящую. Он объехал весь свет, но невесту себе так и не нашел. Принцесс везде было много, да только как узнать настоящие они или нет. Вернулся принц домой и загоревал. Очень уж ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Как-то раз под вечер поднялась сильная буря. Сверкали молнии, гремел гром, дождь лил, как из ведра. В это время в ворота дворца кто-то постучал. И старый король пошел открывать. У ворот стояла принцесса. Вода ручьями стекала по ее волосам и платью. Прямо на туфельке бедняжка была такой мокрой, будто ее вытащили из реки. Но при этом она уверяла, что является самой что ни на есть настоящей принцессой. А это мы сейчас увидим, подумала старая королева, но ничего не сказала. Она пошла в спальню, сбросила с кровати все подушки и тюфяки и положила на голые доски горошинку. А потом накрыла ее двадцати тюфяками и двадцати перинами из мягкого гагачьего пуха на эту постель и положили спать принцессу. Утром ее спросили, хорошо ли она спала. Ах, сказала принцесса, очень плохо. Я всю ночь не могла сомкнуть глаз. Что за постель у меня была? Мне казалось, что я лежала на булыжниках. А теперь у меня все тело в синяках. Я спала очень-очень плохо. Услышав это, все сразу поняли, что перед ними самая настоящая принцесса. Еще бы! Ведь она почувствовала маленькую горошинку через двадцать тюфяков и двадцать перин. Такой неженькой могла быть только настоящая принцесса. И принц женился на ней. А горошинку отправили в музей, где она лежит до сих пор. Если, конечно, кто-нибудь ее не взял. Вот какие бывают истории.